С праздником, дорогие братья и сестры, с праздником этого великого дня, этого великого момента в истории всего мира, человечества. Потому что если бы Дева Мария не приняла архангелский глаз, если бы она подумала и руководствовалась бы своими знаниями о жизни, своими опытом, тем, что она видела вокруг себя в человечестве, но она любила Бога, она служила Богу в храме с трехлетнего возраста, и она смогла поверить. Она не знала, как, но она поверила, все раба Господни. Если бы этого не произошло, мы бы с вами сейчас не были в храме. Мы бы не знали, что кроме даров земных есть дары небесные. Мы бы с вами гадали бы, какой Бог. У людей ветхозаветных Бог представлялся по-разному. А сейчас мы знаем, что Бог есть любовь, и что Он нас любит. Сейчас мы знаем, какой Бог. Мы лобезаем Его иконы. Мы принимаем тело и кровь Его и соединяемся с Ним. Мы живем, потому что Бог в нас, и мы в Нем. Мы живем и боремся с этим греховным миром, со своей греховной природой. И мы надеемся победить и войти с Богом в вечный союз любви. Поэтому, конечно же, для каждого из нас, христианина, насколько мы христиане, насколько нам это важно, этот день, ну, трудно его значение как-то оценить, потому что произошла встреча. И не только встреча, когда Симеон, богоприимец, взял младенца Христа в храме на руки. Это была как бы встреча Ветхого и Нового Завета. Произошло соединение человека с Богом. И сегодня мы слышим слова дерзновенные апостола Павла. «Вы храм Духа Святаго, вы куплены дорогой ценою, мы все Божьи, все раба Господни, да будет мне по глаголу Твоему», сказала Дева Мария. Так и мы с вами учимся говорить, да, бывает то, что мы не понимаем в жизни, бывает то, что мы в жизни не можем принять. И у нас есть протест на те или иные обстоятельства, на те или иные какие-то условия, в которых мы оказываемся. Но мы должны вспомнить то, что сказала Дева Мария. Все раба Господни. И мы смиряемся и принимаем обстоятельства этой жизни, понимая, что это наш путь за Христом, и его надо пройти до конца. И только претерпевший до конца, тот спасен будет. Мы благодарим Бога, что сегодня у нас храм открыт, и нету запрета на то, чтобы мы могли свободно молиться. Молиться не только за себя, не только за всех своих родных и близких, но и за всех людей, которые еще не дошли до храма, которые еще плутают и бродят, неизвестно в каких далях, неизвестно где и жизнь, понимаете, этих людей. На волоске, потому что нет ни за что зацепиться, нету опоры, а у нас есть, есть опоры. С нами Бог. Разумейте языцы и покоряйтесь. Такие великие события мы отмечаем в храме. И как мелка наша жизнь, когда мы смотрим на сегодняшние обстоятельства жизненные, когда мы включаем последние известия, и там передают что-то, понимаете, там где-то что-то, вот события, встреча Бога с человеком, понимаете, вот события, к которым мы идем, воскресенье, победу над смертью, а все это остальное, ничего нового в нем нету, и все это очень похоже, что было и будет еще, неизвестно как. У нас впереди, знаете, какое самое большое событие? Пасха это да, пришествие Господа второе, вот это событие мы ждем, понимаете, вот это событие, да, когда Господь придет, второе пришествие Христово, вот это действительно масштаб, понимаете, вот это событие, вот сегодняшнее, оно вот такое вот, равно вот этому, которое еще впереди. Остальное все, понимаете, приложится. И все эти силы зла, которые пытаются человека остановить, не пустить к храму, увести его, сделать его неспособным думать о вечности, все эти силы зла ничтожны, если с нами Бог. Мы, конечно же, должны победить этот мир, мы должны победить своего ветхого человека и воскреснуть для новой жизни, жизни вечной. Но за это воскресение сегодня приходится нам трудиться, знаете, пахать приходится, приходится себя заставлять, приходится себя понуждать. И поэтому сейчас Великий Пост, и мы, конечно же, понимаем, что есть ограничения, которые мы не по букве, а по любви к Богу должны вводить в нашу жизнь. Продолжается, продолжается наш Великий Пост, и мы хочется пожелать всем, знаете, начать мы хорошо начали. Но как мы кончим с вами, понимаете, как будет на финишной прямой, которая является Страстная Седмица, как мы там себя проявим. Поэтому хотелось бы, чтобы у всех хватило сил, поэтому мы укрепляемся любовью Христовой, поэтому у нас и в пятницу будет литургия прежде, а священных даров. В общем-то, пост уже почти прошел, понимаете, ну вот, понимаете, на следующей неделе уже Марии на стоянии. Обязательно побывайте на этой службе, она знаковая для верующего человека. Поэтому мы очень благодарим Бога, как можем. Нам, конечно, лучше не словами, а делами, но хоть слова будут, понимаете, хоть слова у нас, начнем с слова, а может кончим какими-то делами. Мы, конечно, все готовимся к празднику, к воскресенью. Это наша будет такая, понимаете, генеральная репетиция перед тем, когда будет всеобщее воскресенье из мертвых. Когда мы восстанем, понимаете, наши тела восстанут. Когда будет уже мы новыми людьми, с новыми именами, которые дает нам Господь. И мы будем тем творением, которое было в промысле Божьей о нашем спасении. Помоги, Господи, всем нам. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Благодарю Тебя, Господи!